Всем привет, друзья! Сегодня в выпуске будем тестировать последнюю модель машинки Cheyenne Solnova Unlimited. Сегодня проверим эту тачку в деле, проведем для вас полноценный мастер-класс и посмотрим, на что она способна. Погнали! В работе сегодня будем использовать, как я уже говорил, машинку Cheyenne Solnova Unlimited, картриджи также от компании Cheyenne, 3RL, 11RS, 9-й Magnum и 23-й Magnum. Краску используют компании Краска Татуинг, сет от Лукьянова, от черного до светло-серого оттенка. Как вы могли заметить, татуировку сегодня будем делать на бедре, следовательно и проект я создавал по форме бедра. Давайте посмотрим на эскиз и на что стоит обратить внимание в сегодняшней работе, с какими трудностями я могу столкнуться. За основу я взял фотографию котика, да, то есть, в принципе, подогнал ее по форме, немножко изменил сам хвост, чтобы он интересно описывал форму бедра. И добавил уже конкретно надписи, коронку, какие-то а-ля граффити элементы для того, чтобы наша композиция выглядела более целостно и объемно. Как бы с надписями, в принципе, здесь все понятно, я буду делать випшенингом, все достаточно просто. Сложность, наверное, была самим котиком, потому что огромная идет проработка шерстинок, угла, всех этих вот элементов, узор, который идет на самом теле кота. То есть, все это будем сегодня прорабатывать, конечно же, вам объяснять. Погнали! По поводу барьерной защиты на этой машинке все максимально просто. Берем рукав от клипкорда, обрезаем его, надеваем на тачку, фиксируем резинками. Здесь же она фиксируется держателем. На держатель я наматываю бандажный бинт для удобства работы. По поводу регулировки вылета. Берем, вставляем картридж по часовой стрелке и при помощи кручения и верчения нашего держателя регулируем вылет. Для этого необходимо нам включить машинку. Машинка включается, как я уже говорил, обычно нажатием кнопочки. Нажали, все, машина готова к работе. Огоньки мигают. Нажимаем еще раз, машинка работает. Настраиваем вылет. Примерно я вставляю 3,5 мм для тонкого контура, чтобы было удобно все контурить. И настраиваем, конечно же, сразу вольтаж. То есть при помощи уменьшения угла машинки. Все максимально просто, машинка готова к работе. Погнали приступать к первому этапу. Первым этапом я полностью фиксирую все элементы. Контура какие-то, шерстинки. Трансфер может, конечно, не стираться, но мне так удобнее работать. То есть первым делом я просто все зафиксирую, чтобы потом без проблем прорабатывать. Для этого я выставил вольтаж чуть ниже среднего. Почему говорю чуть ниже среднего? Потому что на данной тачке я устраиваю вольтаж интуитивно. То есть я не отталкиваюсь от брошюры, где есть точные показания. Потому что у меня была предыдущая модель солновой, обычной проводной. И я уже привык, как она работает. Примерно знаю, где какой вольтаж идет. Просто уже отталкиваюсь от звуковых, так сказать, показателей. Не так удобнее. То есть быстрыми движениями, не нужно мне никакой проработки деталей, не нужно аккуратничать. Просто быстрыми движениями я сейчас делаю эти вот контурочки аккуратно. По всей картинке. То есть надписи фиксирую черным цветом. На самом коте все шерстиночки, элементы делаю грейвошем легким. И все. Тут все просто. Приступаю к следующему этапу. Буду сейчас делать вот эти вот элементы граффити. Они совершенно темные. То есть практически полностью черные. С проработкой там вип-шединга. Начинаю с самых толстых мелких элементов. Для этого я буду использовать 11-с РС. То есть я поменял уже иголочку. Чуть увеличил вольтаж. И приступаю к проработке всех букв. Появился небольшой шум. Это шумит не машинка, а сам картридж. На РС-ках такое бывает. На некоторых картриджах. Вставляю иголку и круговыми движениями начинаю прокрашивать мелкие, но при этом черные плотные элементы. Чтобы быстрее все это сделать. При этом могут оставаться небольшие у нас просветы. Потому что все-таки это будет так же дорабатываться точечками, чтобы был такой эффект баллончика. Баллончика, легких брызг. Они, короче, нам не нужны идеально ровные черные полосы. Поэтому я работаю немножко неравномерно. Вкрашиваю машинкой вообще без каких-либо проблем. То есть примерный угол там 45 градусов. С небольшим усилием я легко и просто прокрашиваю все эти мелкие элементы. Также контурит 11-я РС-ка эта тачка без каких-либо проблем. В моей работе толстых контуров нет. Потому что я выбрал все-таки такую более детализированную татуировку для нашего теста. Да и в принципе мне эта тачка нравится работать именно с такими достаточно сложными детальными объектами. Потому что идет полная проработка всех деталей. Под углом в 90 градусов эта тачка скрашивает 11-м РС-ом вообще без каких-либо нареканий. Также контурит она РС-ками без проблем. В моей работе нет конечно толстых контуров, потому что я выбрал все-таки такую более аккуратную детализированную татуировку для теста. Но мне в принципе нравится эта тачка делать такие очень детальные, приближенные к реализму в работе. Потому что, во-первых, удобство. Все-таки она без провода. Да, ничего не мешает. Такой создается полный эффект рисования. Во-вторых, эта тачка работает очень мягко, аккуратно. Мне прям очень нравится. В том же духе продолжаю сейчас прорабатывать все нижние части букв. Верхние будем делать магнумом и вип-шедингом. Проработал все мелкие элементы РС-ка. Как я и сказал, можно оставлять небольшие такие расстояния, просветы, потому что это все будет прорабатываться тройкой, чтобы с эффектом было точек напыления такого. Поэтому я специально их оставил в некоторых местах. Сейчас будем работать магнумом, закрашивать более крупные черные участки. Можно, конечно, все делать тройкой, но это будет долго. Поэтому мы сейчас быстренько все это делаем, прокрасим. Я уже поставил магнум. Выглядит примерно 2 мм. Берем черную краску и быстрыми круговыми движениями под углом 45 градусов начинаем прокрашивать. То есть тыкаем и сразу начинаем красить. Тачка красит без каких-либо нареканий, вообще абсолютно. То есть максимально быстро, максимально плотно, при этом атравматично. То есть мы не перебиваем кожу. Подобными движениями сейчас я прокрашиваю все самые черные участки на наших буквах. Взор контура все проработал, точечки. Что касается этого места, все максимально просто. Штриховыми движениями просто сначала в одну сторону. Угол там примерно 90 градусов. Быстрыми штриховыми движениями. На небольшом вультаже мы это делаем все прорабатываем. Сначала основной слой напылили. А потом точечками приводим все это дело в порядок. Делаем более плавные переходы, чтобы это все выглядело максимально эффектно. Сейчас я доделаю эту букву. Таким же образом полностью доделаю все элементы надписи нашей графиктосной, то есть внешнюю часть. Потом уже приступаем к фону и к самому котейке. Основную надпись я сделал. То есть тут все понятно, там максимально просто. Рызочка, дело мелочи. Девятый магнума прокрашиваем более крупные участки, более плотные, черные. И потом тройкой мы все это дело прорабатываем. То же самое сейчас я делаю на этих элементах граффити и на самой короне. Сейчас я сразу все это прорабатываю, потом уже приступаем к фоновым элементам и, конечно, к самому котику. Погнали! Ну что, все около граффити элементы я выполнил. Сейчас приступаю к котейке к самому. Я начинаю подобные работы с основных теневых пятен. То есть я накидываю сейчас основные тени от светлого к темному, после чего уже все прорабатываю. Тут работая постепенно, снизу вверх, прорабатывая все элементы, мне проще от пятен сталкиваться. Поэтому я взял 23-й магнум, увеличил вольтаж и начинаю раскидывать наши тени. Как я уже сказал, буду начинать от светлых теней к темным. То есть сначала, отталкиваясь от эскиза, я штиховыми движениями буду накидывать светлые тени. Если уже сложного нет, то просто быстрыми штиховыми движениями прорабатываю. Главное аккуратно, не борщить, делать только то, что необходимо. 23-й магнум немножко брызжется, поэтому работать с ним нужно более аккуратно, чтобы под слоем краски не было слишком грубой тени. Из-за того, что магнум большой, все-таки 23-й, тень сразу ложится достаточно мягко, без каких-то грубых моментов, потому что я работаю легкой рукой, прям напыляю где необходимо все наши тени. Без усилий, без каких-либо... Кто-то вкрашивая от Грейвоши прям типа круговыми движениями плотными, я люблю делать напыляющими движениями. Таким образом тени будут более мягкие и равномерные. Но в принципе, в любом случае, нам сейчас проработка не важна, нам важно просто понимать, где какая тень у нас будет располагаться. В идеале работать все-таки от светлого оттенка к темному, чтобы не перетемнить, особенно если у вас нет большого опыта работы с Грейвошами, с какими-то подобными сложными объектами, львы, тигры, волки условно. Лучше работайте от светлого в темный. Всегда можно добавить при необходимости будет более темного оттенка. Мне очень нравится, как тенит эта тачка. Прям не слишком мягко, то есть есть легкая пикселизация при сильном разбросе руки, но и не жестко. В принципе, для моей стилистики, то есть я люблю работать такое, я же смешиваю графику с реализмом, мне как бы очень нравится, как показывалась эта машинка. Очень быстро, мягко, равномерно, без нареканий. Подобными штриховыми движениями я сейчас напыляю основную светлую тень, потом уже перехожу к темной. Светлые теневые пятна я сделал, сейчас буду делать крупные темные, то есть здесь чуть-чуть, буквально там фрагмент, ну здесь за лапой, ну и, конечно же, сам хвост. Хвост сначала будет черный, а потом переход в темный грейвош. То есть сейчас... В принципе, схема-то то же самое. Сейчас мы будем делать эти пятна. То есть опять же, я не беру черный цвет, я беру средний киногрейвош и прорабатываю с переходом. Я лучше у основания, и там, где у меня будет идти узор, сделаю более детальную проработку черным цветом, нежели там сейчас я перетемню. Будет смотреть темнее очень красиво. Такими же штриховыми движениями. И прокрашиваю. Сейчас заделываю эти пятна теневые. И уже приступлю к проработке основных теней заднего плана. Ну и, конечно же, основных элементов самой мордочки. То есть то, что у нас как раз таки привлекает внимание. Мордочку решил делать без пятен. Как бы сейчас на одном месте. Сначала сделаю самое крупное заднее, потом уже буду прорабатывать саму голову. Также от основных теней к детализации. Темные теневые пятна также сделал. В некоторых местах уже начались переходы к узору самого котика. Поэтому, в принципе, сейчас к ним сразу и приступлю. Проработал сначала полностью все тело, а потом уже перейдем к голове. Начну с задней лапы. Тут, в принципе, узор только более явный. Вам будет лучше показать все это. Берем девятый магнум. Оттенок подбираем уже, отталкиваясь от все-таки вашего эскиза. Ну, в основном какие-то такие узоры на кошачьих, они достаточно темные. Если основные тени мы прорабатываем штриховыми движениями вдоль магнума, то есть по ширине его, всей широкой стороной работаем, то здесь, наоборот, мы поворачиваем наш магнум и работаем уже больше углом. То есть углом магнума прорабатываем наш узор, чтобы он был такой более неравномерный. Был эффект вот этой вот шерсти как раз-таки. Потому что все-таки, если мы прокрасим полностью плотно, да, этот узор, он был такой полосой, нам необходимо создать эффект шерсти. Поэтому работаем ребром магнума и отталкиваясь от исходника, от нашей фотографии котика, прорабатываем эту шерсть. Давайте поближе покажу вам, как это все происходит. То есть вот мы выставляем магнум не совсем прям ребром, а полу ребром, так скажем. И такими же легкими напыляющими движениями мы начинаем прорабатывать вдоль всего узора нашу тень. Опять же, где нам необходимо сделать более темный участок, мы прокрашиваем плотно. А где уже необходим переход все-таки на светлую шерсть, то есть там уже переходим на пыляющее движение. Вот. Где необходимо прям сделать более, больше акцент на шерсть, как бы он не везде уместен в плане вот этого узора, но как бы есть такие места, где можно выделить. Там мы уже делаем упор больше на само ребро. То есть этим ребром, то есть прорабатываем наши шерстинки. То есть я не делаю прям полностью всю шерсть магнумом. То есть именно такими движениями, потому что мне это не совсем нравится. Я прорабатываю прям основные какие-то куски. Мелочи, прям какие-то шерстиночки я прорабатываю все-таки раунд-лайнером. Мне так работать проще. И все-таки у меня идет такая стилизация реализма под графику все равно. Поэтому. Но основные какие-то элементы я прорабатываю подобным образом. То есть ребром магнума. Основу мы делаем таким образом. После чего уже будем выводить какие-то мелкие более шерстинки. Поработаем там уже троечкой. Сейчас подобным образом я доделываю эту часть. И приступаю также к темным нашим полоскам на спинке переходящего к дружку как раз-таки. Такой должен у нас получиться результат. То есть неравномерная. Местами именно такая более резкая шерстяная полоса узора. Подобным образом я сейчас сделаю на оставшихся фрагментах. Благо котик у меня лежит на спине, поэтому их не очень-то много. А уже там где-нибудь такая более явная шерсть светлая. Там уже опять же вернемся к разговору об этом. Продолжаем. Основной узор везде я проработал. Дораз стал переходить немножко к клапану. Сейчас я буду делать шерсть на пузике. Она у меня местами достаточно темная. Как же прорабатывать небольшие такие именно шерстинки без каких-то определенных узоров. В принципе все то же самое. Также работаем штриховыми движениями. Но уже отдельными фрагментами. То есть где нам необходимо. Также мы втыкаемся в ребро магнума. И штриховым движением начинаем прорабатывать эти шерстинки. Получается мы выводим из ребра магнума в широкую его сторону. То есть небольшим таким круговым движением. Круговое движение это уже зависит от ваших шерстинок, от их проработки. Насколько вам необходимо вывести из тонкого начала в широкое окончание. Я использую сейчас переходящий цвет грейвоша. Среднего оттенка в светлый. Чтобы эти шерстинки были достаточно светлые и легкие. Опять же в подобной технике, в отработке этих шерстинок сказываются удобства работы с машинкой все таки. Во-первых, как она мягко прорабатывает тени. Без каких-то групповых элементов. Ты ничего не перетемняешь. Делаешь все плавно, аккуратно, как надо. Во-вторых, все таки ее б-нообразная форма. Да еще и без проводов. То есть прям как будто бы рисуешь на коже, а никак не татуируешь. Потому что все-таки старые модели машинок, особенно там какие-нибудь директ драйвы, они слишком массивные, не совсем удобные в работе, нежели чем такой детачка. Вот, то есть получаются у нас отдельные штришочки небольшие. Из-за того, что я уже изначально напылил основу, легкую серую, в принципе, мне сейчас достаточно просто добавлять таких вот фактурных шерстинок. Именно поэтому я сначала делаю серую подложку, такую основу, а потом уже ее затемняю в необходимых для меня местах. Потому что для детачки работают очень мягко, а травматично кожу она не перетравмирует. Из-за того, что я по второму слою напыляю пигмент, ничего страшного абсолютно не произойдет. Таким же образом я сейчас доделываю все эти вот шерстиночки по всему пузу. И уже перехожу к лапкам. Ну и самое интересное, на посылок у нас будет мордочка. Сейчас же, я думаю, вам так все понятно, как это все прорабатывается. Можете потренироваться на рисунке. Если у вас на рисунке не получается рисовать шерсть, то и качество татуировки ничего толкового у вас не будет. Поэтому тренируемся. Наконец-таки приступаем к проработке головы нашего котенка. Этапы все те же самые, как и на теле. Сначала я накидываю весь основной слой легким грейвошем, после чего уже прохожусь и прорабатываю те места, где будет необходимо добавить насыщенных теней, узора шерсти и всю проработку. В принципе, первый этап такой же. Просто напыляю легкую тень по всей голове. Самые светлые серые оттенки я прокрасил по всему котуге. Необходимо сейчас я проработать буду более темные участки. Так, если они небольшие, начну с глаз, носа и самых темных началах узора. Буду делать их резкой, аккуратненько, не торопясь. Отталкиваясь от эскиза, в принципе, от импульсических особенностей котика, я начинаю закрашивать наши фрагменты. То есть сначала я сделал светлый свет, сейчас я делаю самый черный, и потом все переходящие эти моменты. То есть будем прорабатывать полностью все детали, чтобы все было красиво и элегантно, как говорится. То есть опять же, это основные элементы на мордочке, то есть что нос, что глаза. Поэтому работать с ними нужно сходить аккуратно, чтобы они у нас были очень красивые. Таким же образом делаем глаза. Не забываем про блики. Ни в коем случае ничего не закрашиваем. Так, чтобы все было красиво. Сами глаза я делаю прям черным цветом, для того, чтобы когда буду заливать внутренние тени, все-таки зрачок у меня отделялся. Ну и, конечно же, сейчас такой круг глаза также аккуратненько прокрашиваю. Троечкой, когда буду прорабатывать все детали, я все буду мелочи это не сделывать. То есть я сразу не прорабатываю, начисто эти моменты. Сначала я делаю такой более набросочный ствол, и потом его просто постепенно-постепенно прорабатываю. Подобным образом продолжаю сейчас зарабатывать этот глаз, приступаю ко второму, делаю самые-самые такие вот черные моменты в плане узора на мордочке нашей кошечки. Я проработал самые-таки темные пятна, сейчас буду уже делать такие более-менее тени прям и переходы. То есть по всей татуировке я тут начинаю там от центра мордочки, расходясь в оставшихся частях. Тут главное отталкиваться от фотографий, все-таки от которой изначально мы брали за основу, и уже прорабатывать. Чтобы все было плотненько, чистенько, без лишних элементов. Опять же, главное не переборщить с деталями, все-таки нужно понимать, что это татуировка. То есть я когда готовлю проекцию, нужно даже отталкивать с каких-то реальных объектов, я его там по максимуму упрощаю в нужных для меня местах. Опять же, необходимо, чтобы все-таки взгляд был весь направлен на мордочку нашего котенка. Потому что это основа всего, что происходит в нашем тяжелом мире. Только котики могут нас спасти, поэтому можно упор сделать прям на полную ее проработку, чтобы все было красивенько, четенько. Средним оттенком грейвоша я напыляю тень вокруг глаз, потому что все-таки она должна быть здесь темнее. Сами глаза я буду сделать резкой, потому что там нужно оставить блик, очень мало расстояния, чтобы все покрасить, поэтому будем делать резкой. В принципе, здесь, ну, сказал бы, что-то интересное, то есть как таковых там каких-то шерстиночек, что-то нет. То есть я сейчас напылю просто тени, как они должны располагаться на мордочке. Вот. И потом мы уже вернемся конкретно к проработке всех мелочей, чтобы это все-таки выглядело как красиво эта дружка котенка, а не как какие-то непонятные пятна с небольшим количеством шерсти. Все основные элементы татуировки я, в принципе, сделал. Что на коте, что на фоновых элементах. Осталось детализировать полностью все эти моментики, проработать шерстинки, точечки, какие-то эти фоновые тени. Начну я с фона. В принципе, здесь рассказывать нечего, поэтому сейчас быстренько я его проработаю и уже потом обратно вернемся к нашей кошечке, к котеночку, к тому самому. Погнали! Я закончил делать фон. Осталось детализировать самого котенка. Для этого я буду использовать третий раунд-лайнер. Сейчас я покажу, в какую, грубо говоря, степь нам плясать. Дальше все, проработаю самостоятельно. Потому что, в принципе, здесь зависит все от эскиза. То есть мне необходимо просто довести все до идеала. То есть я обычно отталкиваюсь в подобных моментах от глаз, начинаю их прорабатывать. То есть полностью все элементы нам необходимо вывести, чтобы они смыслились аккуратно и чисто. Тем более, если говорить о шерстяных каких-то нюансах. То есть так как мы работаем легким грейвошем, то есть можно, в принципе, легким движением руки прорабатывать все эти шерстиночки аккуратно, чтобы у нас они приобретали более живую, интересную форму. То есть этим всем моментом я занимаюсь в самом конце уже, такой финальной проработкой, когда у меня готова полностью вся татуировка практически. То есть и фоновые элементы, и все. То есть мне останется чисто детализировать какие-то вот мелочи. Потому что все-таки очень такая у нас у нее получилась объемная композиция, достаточно много деталей, а сам котик смотрится достаточно просто. Поэтому нужно его прорабатывать. Вот сейчас я проработаю вот эту вот часть мордочки и покажу вам, пускай сравним с правой стороной, в чем общая разница и зачем я это делаю. Ну вот, в принципе, я сделал половину головы кота. Думаю, разница, да, видна. Небольшая, но за счет вот этой вот детализации, проработки всех теней, всех шерстиночек, то есть эта сторона выглядит гораздо эффектнее, чем эта. Сейчас в том же духе я буду доделывать полностью эту часть. Ну и чуть-чуть пробегусь по телу так же, шерстиночек отеляю. И останется сделать блики, буквально усы и на глазах. Осталось сделать белый цвет, остальные все детали я проработал. Тут, в принципе, все максимально просто. Белый цвет добавлю только на основных элементах мордочки, то есть глаза, чуть-чуть носика выделю, усы. Тисто вот то, что необходимо. Смысла прорабатывать белый цвет по всей татуировке нет, потому что татуировка достаточно объемная. Как бы при этом очень много светлых участков. Поэтому подчеркнем белым чисто. Супер белые объекты. Ну что, мы закончили татуировку. Давайте тебе подаем итоги по поводу машинки. Со всеми техниками, будь то тени, покрасы, контура, дотворка, и пшенинка наставляются просто идеально, без вопросов. С каплюцом еще и без проводов. Следовательно, максимальный комфорт и удобство в работе. В общем, по всем категориям 5 баллов я могу рекомендовать данную тачку в покупке для любого из вас. А теперь давайте посмотрим татуировку поближе. Все, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова